Всем привет друзья, с вами я Арсетка228 и дабы пожаловать на мой канал. Да, кстати, уже роликов не было в этом видео, я публиковал шорсы, потому что я удалял все видео, потому что просмотров мало было. Ну, второй азберг самый плохой в мире. Ну, давайте посмотрим, что там изменилось. Вирусами и так далее. Можно и вообще. Майдум, Майдум, это самый умный человек в мире, в котором можно... Ну, со второго азберга без комментариев. И сегодня мы с Локопком сделали коллаб по тему топ-ютуберов. Ну, давайте начинаем. На восьмом месте расположился начинающий блогер Колобахов ТВ. Монтаж у него пока средний, но будем надеяться, что в будущем его контент будет качественнее. А вот после этого будет очень много негативных комментариев. Но я решил поставить красного броневика на седьмое место, так как, ну, не сказал бы то, что контент по Колобанге у него такой же хороший, как и раньше. Раньше его контент по Колобанге был почти такой же, как у Коломема, но сейчас он стал намного хуже. Мне кажется, что красному броневику лучше снимать Майнкрафт, чем Колобангу. Вот Майнкрафт у него реально хорошо получается снимать, не то что Колобангу. Поэтому он на седьмом месте. Простите меня, пожалуйста. Шестое место я решил поставить Колобок Сыщик, потому что он собрало много просмотров и лайков. Я не знаю, в шоке. Ну, пожалуйста, можно мне тоже набрало много просмотров. Но я буду стараться, чтобы актив подняло. И да, у Колобка Сыщика хорошее видео. Раньше у него было мало подписчиков. Он плохо делал видео, а сейчас он постарался Колобок Сыщик. Я решил поставить на шестое место, так как он хороший ютубер. Пятое место я поставил Колобка, потому что он хороший ютубер, снимает ролики. Набрав, он меня обогнал за... А раньше он не обгонял. У него 11 тысяч просмотров набрало это видео, которое я за первое видео публиковал. У него там хороший монтаж. Раньше я не мог было проговорить. Там где-то топ-10 ловких персонажей Колобанова. Я уже постараюсь... Сейчас я делаю ролики в шоке. Ну, меня там не набирают просмотров, потому что... Ну, пятое сослужило Колобоку. А сейчас мы говорим про антивируса. Он на четвёртом месте. У него интересные видео и качественные, но... Но качество некоторых видео оставляет желать лучшего. И на третьем месте поставлю Империю Николаза Илбагидзе, потому что сравнение хорошее. Ну, и ещё приговоры там набирают много просмотров, потому что другие мультики снимают. Ну, и про Колобангу тоже снимают видео. Я ещё поставить... Империи... Эм... 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 Как его там? Империи... Фу, да я не буду это говорить. И потому что у него больше подписчиков. Короче, ты... На третье место сослужил. Абсолютно заслуженное второе место Колобок Ченнел. Да, Колобок Ченнел снимает редко длинные видео по Колобанге. Но шорсы у него просто отличные. Поэтому второе место. А сейчас вы узнаете, кто был на первом. На первое место я решил поставить Арсетку. У него классные шорсы и неплохие видео. Я долго выбирал, кого поставить на первое место. Ченнела или Арсетку. Но решил всё-таки Арсетку. Так как он для меня считается более большой легендой, чем Ченнел. Ну что ж. Спасибо за ролик. Если понравилось видео, подпишись, поставьте лайк. И напишите в комментариях что-нибудь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok